МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Опасное лакомство. В Самаре роллами отравились несколько десятков человек. Благоустройство дворов выходит на финишную прямую. Глава города проверила, как идут работы в промышленном районе. Еще одной достопримечательностью больше. В Самаре открыли памятник Петру Алабину. В Самаре произошло массовое отравление клиентов службы доставки суши и роллов. Среди пострадавших несколько десятков человек. Среди симптомов высокая температура, диарея и рвота. К проверке фирмы подключился Роспотребнадзор. В ситуации разбиралась Мария Левина. Доставка удовольствий, но сомнительных. В Самаре более 30 человек попали в больницу с подозрением на отравление роллами. Наша съемочная группа попыталась разобраться, что не так с империей удовольствий. Юрий Росейкин вместе с женой и двумя детьми запланировали вкусно провести время. Заказали набор ролл и ничего не заподозрив, отправились на дачу. Последствия проявились под утро, рассказывает мужчина. Мы раз 7-8 заказывали, все было нормально всегда. Температура поднялась практически до 39 градусов. Детей госпитализировали в областную больницу Симашка. Взрослые попали в пятую инфекционную. Всего за медицинской помощью обратились 48 человек. Из них 7 детей. Первого пациента госпитализировали еще в конце предыдущей недели. На настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести. Со слов пострадавших, больные продолжают поступать и сегодня. Среди симптомов – диарея, рвота, боли в животе и высокая температура. Некоторые не принимают их всерьез и выбирают самолечение. Любая болезнь не подлежит самолечению. С любой болезнью надо обращаться за помощью к медицинским работникам. Что касается инфекционной патологии, то тем более нужно обращаться. Потому что она непредсказуема, она может вызывать тяжелые осложнения. Поэтому, независимо от возраста, маленький ли ребенок, взрослый ли человек, и уж тем более пожилой человек, необходимо обращаться за помощью, квалифицированной помощью к медицинскому работнику. В отличие от Юрия Рассейкина, Влад Медведев с товарищами обратились в злополучную доставку впервые. Молодые люди решили отметить мальчишник одного из друзей. Финал оказался неожиданным. Все было хорошо. На следующий день уже где-то в обед стало плохо. И уже, получается, вечером, в воскресенье уже начали сюда обращаться. Для расследования в Самару прибыла рабочая группа из центрального офиса сети ресторанов в Москве. Они сейчас максимально должны, собственно говоря, обезопасить жителей Самары от некачественной продукции. Мы уже приостановили всю деятельность, ну и разобраться полностью в ситуации. Они ведут работу и с пострадавшими, то есть у нас открыта горячая линия. И каких-то клиентов мы обзваниваем, обнаруживаем пострадавших сами. Либо вот открыли горячую линию, чтобы клиенты звонили и сообщали нам о том, что могло произойти. Члены рабочей группы заявляют, что все расходы на роллы плохого качества будут возмещены. Более того, компания обязуется оплатить лечение всех пострадавших вне зависимости, будет ли доказана их вина. Сейчас совместно с Роспотребнадзором проходят проверки. Анализы, взятые у сотрудников, на экспертизу отправили продукцию. Установлено, что все пострадавшие заказывали роллы в точке на Запорожской. Но проверяют все филиалы. Нашей съемочной группе удалось попасть на кухню одного из ресторанов в сети. Всего в Самаре работает семь точек. Это наша первая точка, которая открылась в Самаре. Она так же, как и все остальные точки, закрыта. Закрыта в экстренном режиме. Эти полуфабрикаты мы сегодня будем списывать и уничтожать. То есть вот тут я вижу некоторые от вчерашнего дня, 27-го и 28-го, они тоже будут уничтожены. Они использоваться не будут. Тоже будут уничтожены, совершенно верно. В первую очередь хотелось бы принести извинения от лица компании перед всеми пострадавшими клиентами. Мы сейчас ведем расследование, найдем причины. По последней информации пришли результаты анализов сотрудников филиала на улице Запорожская. У некоторых из них найдена ротовирусная инфекция, которая и могла стать причиной массового отравления. Проверки продолжаются за дело, взялся Следственный комитет. Дирекция сети обещает, виновные будут наказаны. Мария Левина, Василий Кладошов. События. В России вступили в силу новые правила продажи молочной продукции. Натуральные товары, те, которые производятся без заменителя молочного жира, теперь должны визуально выделяться на прилавках. Что грозит владельцам торговых точек за нарушение новых требований, выясняла Елена Малютина. Приобрести полезный продукт, но не тратить время на изучение состава – это то, что нужно любому покупателю. По статистике продаж, именно молочные товары – одни из самых популярных у населения. До вступления в силу нового закона не всегда можно было отличить натуральный продукт от заменителя. Как правило, недобросовестный производитель печатал состав мелким шрифтом и скрывал его за яркой рекламой. Такой ход зачастую позволял сохранить востребованность продукта, но при этом снизить его себестоимость и продлить срок годности. Новый закон приняли на федеральном уровне еще в январе этого года. У торговых сетей было полгода, чтобы подготовиться к новым правилам продаж. Большинство самарцев считают, что покупатель имеет право знать, какой товар он приобретает и поддерживает законопроект. Очень удобно, не надо ходить с лупами, не надо смотреть. Пришел, если доверяешь магазину, берешь сразу на полках то, что нравится, срок хранения посмотрел и все. Очень удобно, молодцы. Кому надо, тот купит заменитель, кому не надо, купит то, что без добавок. Всегда удобно и полезно, когда информирован человек. Не все знают о том, что молоко, оно не... Какое-то молоко, а где-то не молоко, правильно? Поэтому, чтобы люди были сразу осенненными об этом и делали свой выбор осознанно. Лучше подороже купить натуральное молоко, чем покупать молоко, непонятно из чего. Потому что, если, допустим, у меня внуки, я варю каши, лучше я сварю из молока, пусть подороже и пореже, чем я буду варить, непонятно из чего. Мы приходим в магазин, мы ищем, где написано не молочный продукт, а где написано из молока. На прилавках молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты. Теперь необходимо размещать так, чтобы покупатель мог визуально отделить от других товаров. У натуральных, то есть без заменителей жира, теперь особое место. В идеале отдельная полка и информационная табличка. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области ежедневно проводятся такие проверки. Многие торговые предприятия уже перешли на новые правила продажи. В некоторых магазинах такое нарушение встречается. Если это нарушение встречается, то составляются протоколы. В случае нарушения закона юридическому лицу грозит штраф на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. А должностное лицо заплатит от 1 до 3 тысяч. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами показал скорость реагирования на заявки самарцев. Теперь обращаться в службу можно онлайн, через любую соцсеть. Ответ последует в режиме реального времени. Оперативность проверила наша съемочная группа. Татьяна Попова живет в Крутых Ключах, в доме прямо по соседству с контейнерной площадкой. Она лучше остальных ощущает неудобства, если они есть. Впрочем, это бывает не часто, говорит женщина. И после первого же обращения к региональному оператору их оперативно устраняют. Я активно пользуюсь интернетом. Доступно в любой момент, в любой соцсети, на связь выйти с ними. Потом у них есть своя страничка, свой сайт. То есть можно там оставить свои пожелания, претензии. Отвечают достаточно быстро и оперативно. Вывозят вовремя, очистят нормально, убирают. Шума машины и вывоза мусора не слышны, хотя вот рядышком живут. Проверить, насколько рекоператор оперативно реагирует на заявку, несложно. Отправлен запрос в одной из соцсетей. Ответ приходит через минуту. Тем, кто с интернетом еще в стадии знакомства, на помощь приходит председатель местного ТОСа. Он выступает в качестве консультанта. Если в микрорайоне жители обнаруживают проблему, они обращаются к нему. А он, в свою очередь, разбирается и передает заявку рекоператору. Очень активно нам помогают по КГМке. Крупногабаритный мусор. У нас часто бывает, что какой-то диваны, шкафы, что-то крупное такое. Потому что здесь все-таки жители часто переезжают, меняют мебель. Все-таки это новый микрорайон. И этот мусор активно появляется, но в то же время его активно убирают. Всего в микрорайоне проживают порядка 70 тысяч жителей. Установлено 20 контейнерных площадок. В среднем одна площадка на 10 домов. Контейнеры здесь отличаются от тех, что установлено в других частях Самары. Один бак по габаритам равен двум тем, что мы привыкли видеть у себя во дворе. Обращаются к региональному оператору не только с просьбой вывести мусор, но и с вопросами по счетам в квитанциях. Например, чтобы сделать перерасчет, не обязательно бегать по кабинетам. Достаточно оставить заявку онлайн. Все вопросы, которые задаются, конфиденциальны. Если предоставляется информация для корректировки и внесения корректировок в лицевые счета, данные передаются в расчетный отдел и в этот же день вносятся корректировки. Обращаться к региональному оператору можно и через Центр обслуживания населения, а также по электронной почте и горячей линии. Мария Леевна, Григорий Плешаков, События. Самара продолжает готовиться к зиме. Работы коммунальных служб выходят на финишную прямую. Каким критериям в этом году должны соответствовать жилые дома, больницы, школы и детсады, чтобы получить паспорта готовности, расскажет Сергей Кизоркин. К первому сентября ремонт коммуникаций возле школ и детских садов должен быть завершен. Проблему нужно решить в кратчайший срок, до конца этой недели. Такие жесткие условия поставил первый замглавы Самары Владимир Василенко перед руководителями предприятий СКС и ПТС на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ. За четыре дня нужно еще и привести в порядок участки, засыпать черноземом, посеять газон, восстановить тротуары и дороги с разметкой, знаками, светофорами и ограждениями. Речь идет о 12 проблемных объектах. Все сроки мониторить, ежедневно проверять, что сделано конкретно по каждому вскрытию. Проверить ли и доложить. Перед началом учебного года территории рядом со школами и детсадами, где проводились работы по подготовке к зиме, будут отвечать всем нормам безопасности, пообещали коммунальщики. Согласно протокольному поручению Владимира Андреевича Василенко, нам поставлена задача произвести благоустройство по вскрытиям в районе муниципальных объектов, школ, детских садов, институтов и так далее. До 30 августа по данным вскрытиям будет выполнено полное благоустройство. Подрядчики все нацелены, договора со всеми заключены. Если касаемо работ по грунту, там мы производим работу своими силами. На самых сложных участках ремонта теплотрасс, улицах Ташкентская, Старозагора, Физкультурная, Бригады продолжат трудиться до середины сентября. Ситуация штатная. Опасений относительно соблюдения сроков работ нет. А на трех теплосетевых объектах необходимые работы уже выполнены в полном объеме. На Некрасовской, Садовой и Победы. Еще одна тема, которая находится на ежедневном контроле у руководства города, глобальная подготовка Самары к зиме. Чтобы получить паспорта готовности, владельцы зданий должны отчитаться по пяти пунктам. Закрыть долг перед поставщиками энергоресурсов и коммунальных услуг, пройти гидроиспытания воды и теплоснабжения, получить добро на эксплуатацию газового оборудования и вентиляции, отремонтировать протекающие крыши. В прошлом году мы просто сдали прессовку этой, и мы приняли. А в этом году один из позиций не будет выполнен, мы не будем давать паспорт готовности жилого дома к зиме. И жестко отслеживаем по каждому критерию району и даем оценку подготовки жилого фонда. Вот ожидаем, что на этом вопросе, естественно, и управляющая компания чувствует свою ответственность. По оценке городской администрации, управляющей компанией подготовили жилой фонд к зиме почти на 80%. Такая же ситуация и с соцкультбытом. Однако впереди еще три недели, чтобы исправить ситуацию к лучшему. С середины сентября специальная комиссия начнет проверку каждого здания и выдачу паспортов готовности к зиме. А Самара должна получить этот документ к 1 ноября. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Благоустройство самарских дворов по программе формирования комфортной городской среды близится к завершению. У подрядных организаций остается чуть больше месяца, чтобы завершить ремонт всех площадок и установить оборудование. Укладываются ли в график в промышленном районе, проверила глава города Елена Лапушкина. Подробности в нашем следующем сюжете. Старые горки и качели во дворе на Ташкентской уже демонтированы. Площадки выровнены и готовы для нового современного оборудования. Над проектом благоустройства вместе потрудились жители трех домов. Здесь будут несколько площадок, чтобы проводить время могли и взрослые, и дети. Вот здесь у нас рассчитаны на зоны от трех до пяти лет, от семи до двенадцати, и на постарше, то есть какие-то тренажеры. То есть мы рассчитывали, что двое большое, детей много, и причем, ну, чтобы подросткам где-то было тоже интереснее, не только мужам в песочнице поковыряться. С завтрашнего дня начинается установка детского оборудования, завтра планируем его установить, и послезавтра налить наливное покрытие резиновое. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт. Люди обратились с просьбой установить ограждение для небольшого сквера во дворе и обратить внимание на состояние контейнерной площадки. Еще раз, у меня по срокам. У нас с вами малоархитектурная форма устанавливается на следующей неделе, насколько я его услышала, да? С завтрашнего дня. Да, по асфальтировке, работа, начать актуальность. С завтрашнего дня, асфальтировка. Начинают борты снимать. Смотрите, погоду. Я просто не переживаю, что... Дождь, 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 дождь. Это срок у них 1 октября. Во дворе на Георгия Димитрова игровое оборудование уже установили. Жители пожаловались главе города на качество асфальта. У нас сделали дорожки, вот вы видите дорожки, да? И до конца они их не сделали. Вы смотрите, какая ерунда получилась. Умятины, всевозможные стрихи. Это мы поправим. Здесь еще предстоит привести в порядок деревья, а пиловка также запланирована по проекту. Новые игровые и спортивные площадки появились и на улице Молодежная. Здесь остается доделать совсем немного. Следующая точка – нововокзальная. По проекту, который затрагивает 7 домов, здесь ремонтируют тротуары, устанавливают игровые и спортивные площадки, делают новое освещение. Было темно, вообще по кварталу темно. Пройти невозможно было. Везде были ямы, детских площадок был минимум тот, который, ну вот, на, наверное, этапе строительства нужно было сдать. Можно посмотреть вокруг, детей очень много, и этого просто всего не хватает. Я думаю, что с этой программой благоустройство все у нас теперь будет на высшем уровне. Все дворы, которые сейчас в Самаре приводят в порядок по программе «Комфортная городская среда», должны быть готовы до начала октября. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. В Самаре открылся Дом правосудия. Так неофициально называют новое здание управления судебного департамента, куда помимо сотрудников ведомства переехали мировые судьи двух районов. На открытии побывала наша съемочная группа. После реконструкции, которую завершили в мае 2019 года, здание на Тухачевского 226 преобразилось до неузнаваемости. Это стало возможно благодаря федеральной целевой программе развития судебной системы России на 2013-2020 годы. Раньше недострой был излюбленным местом маргинальных личностей и лиц без определенного места жительства. Теперь в обновленном здании будут работать служители Фемиды. На торжественной церемонии открытия побывала глава города Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На мой взгляд, очень важно, что мы последовательно на всей территории Самарской области и городской округ Самары здесь, конечно, не исключением, доводим до ума то, что простаивало, то, что было заброшено, иногда десятилетиями. Обновленное здание соответствует всем современным требованиям. Его сделали удобным как для сотрудников, так и для посетителей. Здесь построили новые комфортные коридоры, установили лифты, оборудовали помещения для ожидания, обеспечили доступ в суд для маломобильных граждан. Здесь чувствуется, что, конечно, гораздо-гораздо стало нам здесь свободнее дышать и настроение соответствующее рабочим. Новая система видеоконференц-связи, которую установили в залах, существенно ускорит судебный процесс. В некоторых случаях участникам не придется присутствовать на заседаниях лично. Система ВКС позволяет нам допрашивать лиц, участвующих в деле, через другие суды, которые расположены в других регионах. То есть районный суд по месту жительства приглашает соучастник процесса. Напомним, строители привели в порядок не только само здание, но и благоустроили прилегающую территорию. Здесь оборудовали вместительную парковку для автомобилей, разбили зеленые газоны. Можно смело сказать, что суд на улице Тухачевского стал еще одним архитектурным украшением Самары. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. Новейшие технологии на страже транспортной безопасности. Замена человеческого ресурса на интеллектуальные системы – основная задача работников транспортной отрасли. В чем преимущество и насколько эффективнее могут работать новые системы, выяснила Мария Левина. Террористическая угроза сегодня становится все более изощренней. Так взрывчатка может находиться как в обычных бытовых вещах, таких как фотоаппарат, фен или даже бритва. Так и в мобильном телефоне. Причем, чтобы это взорвалось, не обязательно нажимать на кнопку. Достаточно просто входящего вызова. Поэтому ответственные организации призывают быть осторожнее с неожиданными находками. Таких экспонатов здесь, на выставке в Самгубс, десятки. Это то, на что транспортной охране нужно обратить особое внимание. Помимо примеров самодельных взрывчаток и оружия, здесь и образцы различных веществ. Их чуют по запаху служебные собаки или определяют специальный прибор. Экспозицию подготовили специально к конференции, посвященной транспортной безопасности. Необходимо переходить от привлечения контингента в человек, человеческого фактора, именно в автоматизацию. Это тот путь, который нас приведет к совершению количества охранников, повышению качества предоставляемых услуг и к снижению затрат. Самым интересным на интерактивной выставке эксперты называют прибор с искусственным интеллектом. Колонка с помощью специального микрофона в режиме реального времени передает звук с объекта, например, с железной дороги. К компьютеру и он с помощью системы искусственного интеллекта распознает, кому или чему принадлежит этот звук и выдает все данные на мониторе. Мы в автоматическом режиме фиксируем, это является тревожным событием, лимит тревожных событий. Кабель точно такой же проложен под землей и мы фиксируем все шумы. Проезжающие автотранспорты, перемещение людей. Это не является каким-то аварийным событием для городской среды. Но как только в охранной зоне, там где копать нельзя, происходит строительная работа, сейчас это будет видно, выглядывая, начинается копание, там где это нельзя делать, система это тоже слышит. Но она автоматически распознает это как событие, которое требует вмешательства человека, фиксирует на карте, заводит сигнал, собственно, и диспетчер может вовремя среагировать. Схожие технологии уже применяются в ряде высших учебных заведений и на закрытых предприятиях. Например, система видеонаблюдения с автоматическим распознанием лица. В случае с университетами система может предоставить все данные на студента, который попал в объектив камеры. Вплоть до того, были ли у него прогулы. Такую систему планируют внедрить в Самарском метрополитене. В этом году город попал в федеральную программу по обеспечению транспортной безопасности и получил финансовую поддержку в размере около миллиарда рублей. Мы изучаем рынок, какие есть сейчас предложения, какие есть самые эффективные, самые выгодные, самые наиболее работающие, себя положительно зарекомендовавшие уже и решения, и программные комплексы, и аппаратура. Планируется оснастить Самарский метрополитен камерами видеонаблюдения, отвечающими необходимым современным требованиям. Внедрить систему распознавания лиц, оборудовать помещение для досмотра, установить электронные замки в помещения, не предназначенные для посторонних. Определиться, на что потратить деньги город должен в ближайший год. Метрополитене планируют обновить половину подвижных составов, другую половину – отремонтировать. Так, первые четыре новых вагона метро выйдут на пути уже весной следующего года. Мария Левина, Василий Кладашов. События. В Самаре открыли памятник Петру Алабину. Величественный монумент установили вблизи Струковского сада. Над ним работала целая команда профессионалов – архитектор, скульптор, краеведы и историки. На открытии побывала наша съемочная группа. Памятник не ангелу, а человеку. В Самаре увековечили память Петра Алабина. Добрая традиция, когда в городе появляется все больше памятников известным людям, повлияет еще на патриотическое воспитание молодежи, считают историки. Наряду с уроками самароведения, которые начнутся в этом году, вот такие зримые образы самарцев – князь Засегин, Петр Алабин – будут способствовать патриотическому воспитанию и самарскому, и российскому у всех наших юных земляков. Петр Алабин – городской глава, благодаря которому в Самаре заработал водопровод, открылись типография, метеорологическая станция, театр и не только. Тогда еще небольшой уездный городок загорелся яркими красками, появилось освещение с применением газа и телефонная станция на 10 номеров. Петр Алабин считается отцом первого в городе музея, который сегодня носит его имя. Это великое дело, сооружение памятника, оно свершилось. И я рад, что и труд практикующего историка, он тоже оказался востребованным. Извояние городоначальника получилось мощным. Высота памятника вместе с постаментом свыше 5 метров. Отлита фигура из бронзы. Над созданием трудился самарский скульптор Карен Саркисов. Величественный Засекин на новой набережной – это тоже дело его рук. При сотворении монумента он активно советовался с историками, чтобы не упустить ни одну деталь. С одеждой, со всеми орденами, с расположением этих орденов и так далее. Были предоставлены все какие-то возможные фотографии. Церемонию открытия посетил губернатор Самарской области. Он отметил схожесть задач, которые сегодня стоят перед регионом и тех, что стояли перед Алабином. Например, строительство моста через Волгу. В свое время именно Петр Алабин занимался возведением путепровода через реку Самарка. Мы сегодня отдаем дань уважения к этому великому человеку, дань уважения к нашей великой истории. К Самарцам обратилась и глава города Елена Лапушкина. И пусть он на Олгском берегу стоит и напоминает нам о том историческом прошлом и сподвигает нас на новые подвиги. Мария Левина, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok